Продолжение следует... 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 Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка С того исторического момента прошло уже два десятилетия, но мы до сих пор ощущаем невосполнимый урон, нанесенный нашему народу. Люди, пережившие ядерные испытания, и что самое страшное, их дети продолжают испытывать на себе их трагические последствия. Объединившись, казахстанцы смогли победить в борьбе против всесильного тоталитарного аппарата, десятилетиями безнаказанно продевышав здесь свои эксперименты над целым народом. Государство делает все, чтобы будущие поколения не почувствовали на себе отравляющее дыхание Симпалатинского полигона. Круглый стол, посвященный 20-летию указа президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева о закрытии Симпалатинского испытательного ядерного полигона. Город Симпалатинск, 11 ноября 2011 год. 20 лет, много это или мало? Для нашего поколения это физическая боль и тревога за наших детей и внуков, за нашу землю. Симпалатинск, 11 ноября 2012 года, я считаю, что надо помнить, знать, что вы давали эту прессе, телевизор, молодежи, чтобы она там, что здесь происходило, в действительности именно, заслуга важна в первом этапе была очень большая. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мне очень приятно сейчас находиться в столь уважаемом доме, когда сидят наши старшие товарищи, которые стояли на листок возрождение этого движения, которое приобрело уже в эфире, в форму. Мы сейчас встречаемся вообще в этом году и ведем такое массовое мероприятие во всей республике, по всему миру, которые посвящены именно в 20-летию закрытия ядерного полигона, именно этому импульсу, от которого потом пошло безъядерное движение по всему стену. Мы действительно, как молодой государство, показали достойный пример и утвердили свое положение во всем мире, во всем мировом сообществе, как пацифистов, как борцов за одежды, как борцов за прекращение борьбы вооружения. Я в первую очередь хочу пожелать вам, старшие наши товарищи, крепкого здоровья, с удовольствием, неравнодушием, то, с чем мы подпитываемся от вас. Наше поколение, которое смотрит на вас снизу вверх, всегда будет уважительно относиться к вашим подвигам, к вашим делам. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня справились в этом доме, в доме Труска, вот под этой гидой, под этой прекрасной темой разделите обезьядерное движение. Итак, уважаемые друзья, уважаемый Нурван Тишминович, дорогие товарищи земляки, сегодня весь мир изучает казахстанский путь безъявленного мира, удивляется, восхищается нашему народу, мужеству президента и дорогу Казахстана. Этот безъявленный путь, как Нурван верно заметил, начался в городе семей Роги Львайш и Карима Умазова. В первую очередь сказать огромное спасибо представителям руководства области, вот здесь сидит Валерий Иванович Гарбаев, Маленин сидит, Челушо, и другие товарищи, которые стояли у истоков за рождением Диаги Львайш и Баладис и за рождением полигона 29-го области. Помню, какое внимание уделяло руководство области и лично Кишинбастаеву социально-экономической революкации. Про него возникли строительные новые организации, Рысьводстрой, Монолитстрой, впервые здесь возникли 16-этажные дома, магазины кооперативные, Нива, на том берегу, на семей. Много делалось для того, чтобы социальные проблемы города снять, напряженку снять. Очень серьезная проблема была продовольственная. И вот та программа, которая была выполнена Кишинбастаевым, это социальная революция через организацию кооперативной торговли, общей торговли, строительство жилья. А человек, когда на корме, с обеспечивающим его питанием, жильем и работой, все проблемы социальной революции снимаются. Вот эту огромную работу провел Кишинбастаев. Мне не раз приходилось с ним встречаться, решать проблему строительства Курбинской ГЭС. Я видел, какое он огромное внимание уделял развитию области и города Сибири. Поэтому я благодарю, Владимир Кишинбастович, вас за то, что вы продолжаете такое благородное дело. В ходе поведения, если с вами были не один год, были есть и остаемся. Я благодарю вам за то, что вы продолжаете дело отца и продолжаете дело борьбы. Я надеюсь, это не последнее мероприятие, а не последнее встрече. Возьмите остатки, может не осталось в ближайших пастордавших от полигона людей? Мои лети не дамы. Я оказываю, я хочу сказать, самое опасное испытание было в 49-м по 63-ти годы для жизни людей. Значит, пастордало, значит, ну, россияне дают данные, московское военное, значит, 4 следа было, которым прошли явные, 49-м, 55-е годы, по населенно пунктам берут. Значит, по их данным, где-то, секретные данные, 170-170 тысяч человек, это явное пастордание, по их данным. Ну, так вот, я считаю, что точного подсчета нету нигде. Я, кажется, сам жаль, конечно, что местные суды тоже эти данные не дают. Но я считаю, что Казахстан отдал десятки тысяч жизней. Люди ушли раньше времени жизни. Особенно в 49-м, 53-м, 55-м годы. Вот. Много потратов военных, хотя должно, очень много потратов военных, но там статистики нету. Ну, я считаю, что подверглась, вот здесь, я говорю, испытания, это, наверное, в большей, меньшей степени, ну, сотни тысяч человек в Казахстане, ну, как вот, час жизни, ну, два, три года, там, четыре года дали. Ну, например, что боятся, что уроды рождаются, считают, радиофобия. Уродами, значит, когда это, ну, немножко пресса тоже наша, за руку на телевидении, дают этих показ уродов, конечно. Ну, я считаю, что это неправильно. Уроды они были и в Петре Первом, и в Советском, и в Карлике, и все. Конечно, больше поздравляли те, именно, это район в радиусе ста километра, кто подвергся в большей степени, кто не верил. Это Кайна, Саржал, Капайский район, там, вот здесь. Но, опять-таки, статистики нету. А медицина, она, такая наука, верят в статистике, потому что один, два, три, вот, это не показатель. Должно быть данные именно по населению обследования, кто жил с пропиской, откуда они, понимаете. А вот так вот, как говорится, показывают это очень сложно. Ну, я считаю, конечно, ущерб для населения, ну, конечно, немалый, это мы ощущаем в большей или меньшей степени. Ну, точно подсчет, это сложно сказать, но я думаю, что десятки тысяч жизней мы отдали, а сотни тысяч подверглись воздействию. Ну, полтора минут, конечно, миллион тридцать тысяч, это, ну, нереально, если полтора минута, полтора минута, вся у нас вымерла бы, понимаете. Потом все-таки отдать впоследствии, тут, видите, были воздушные испытания, значит, по российским данным, и суть биофизики есть какой-то. Значит, там они говорят, ну, они говорят, что подвергнут 6 миллионов человек в России от воздушных испытаний в Казахстане. Это официальные данные, ну, опять-таки, это люди ушли, ушли жизнь, ну, там, нагревало большие города, там, Кемерово, там, Омск, там, другие, Алтайские края, это вероятность. То есть, когда это идет, это облако, оно, ну, полное управление, они последуют, вот, нагревало, берут осадку, это самосадку, это тональный. А сколько человек, опять-таки, предположительно, если взять, в общем, данные по американским полигонам, например, там нету данных, понимаете. Там, например, чтобы человек, например, доказать, что он, это, заболел от полигона, это целая проблема, он должен предоставить, спрашивать, что он не пьет, не курит, что именно он заболел раком, онкологией, понимаете. Что именно, и в этом случае он платит компенсацию 100 тысяч долларов, ну, это, как компенсация, что я вспомнил. Многие из нас, носители радионуклеидов, мы не знаем, сколько во мне сидит, у султана сидит, у других. Это вопрос, почему именно сегодня Курчатова занимается, в основном, больше всего вопросами, как бы, финансового характера. Какие-то вопросы по Японии решать, какие-то вопросы по американскому решать. И самая высокая оплата в регионе, это Курчатова. Но главное сегодня, не по-другому, для населения, это социальный вопрос. Вот, господин Картуровик немного начал. Очень много людей сегодня, значит, после влияния радиоактивных элементов, изменили геноструктуру. Очень большая смертность, очень большое оркологическое заболевание. Сегодня во главу внимания надо сегодня ставить для нашего региона вопрос о влиянии полигона. Сколько людей, какую-то социальную помощь им оказать в этом направлении. Вот о чем я и хотел вам сказать. Я отвечу на этот вопрос, поскольку я занимался в этом направлении, так сказать, дилетантски, а профессионально. Я так представлюсь. Моя фамилия Маленьев, Владимир Владимирович. В 89-м веке, ну, начиная с 88-го, я был во главе группы, которая занималась двумя постановлениями. Первое постановление о ускорении социально-экономического развития Семипалатинской области. Постановление правительства было принято 4 октября 88-го года. А с 4 октября 89-го года я возглавил группу, которая занималась ликвидацией последствий ядерных испытаний. Вот ликвидации последствий. Мы должны были доказать Министерству здравоохранения СССР, Академии наук СССР, что такое пострадавшие. Как их обозначить, этих пострадавших. По каким критериям обозначить. Понимаете? Смертность. Значит, надо доказать, что смерть Семипалатинской области была выше, чем, скажем, в Усть-Каменогорской, Карагандинской. По нашему. Там, где наиболее сложные были экологические условия. Вот. И где смерть, заболеваемость выше, чем по Семипалатинской области, сказали. Да? Вот. Поэтому мы вынуждены были обратиться на древнем воздушном испытании, поскольку именно тогда вот эти вот воздействия могли быть и влиять на экологическую обстановку и на заболеваемость, и смерть. Вот. Таким образом, начали накладывать на чистые карты Семипалатинской области карту каждого испытания. И я вам скажу, что мы не доказали и не увидели, что на Семипалатинск, город Семипалатинск, были какие-то выбросы или какие-то осадки. Не увидели, не доказали. Стало быть, в Вадикам вопрос, а как же тогда быть? Приехала комиссия Семипалатинск, это институт радиологии Омнинска, человек, корреспондент, довольно обстоятельно работал, и сказал, давайте так, котлеты к котлетам, а мухи к мухам. Вот у вас, скажем, есть танзовод, у вас есть селькатный завод, у вас есть другие предприятия, которые мощно выкрасывают в атмосферу и вам загрязняют. И давайте вот то, что упало к вам, к вам ничего не упало, значит вы не прави прикидывать ни на что. Решайте свои проблемы экологические здесь и сейчас. А кому досталось? Я вам скажу, что досталось очень здорово, кайнарус, очень здорово, там, доблольбы упадали этим воздушные надежные испытания, знаменка пострадала, это выбросы были. Но при этом, надо сказать, что боли, меди САВР, никакой мутации не происходит. Это доказали испытаниям омеганцев в Хиросиме и в Нагасаки. Недавно умер, немного 9-летняя гипотез, который попал в начале Хиросиме, вот это испытание, в Нагасаки и еще раз его накрыл. Пожил 99 лет. То есть у нас накопленная доза 35В, все мы даем это киву доставление. Чай, 35В, что такое 35В? Это накопленная естественная доза. И поэтому говорить о том, сколько пострадало, это вообще вопрос, ну, ненаучный, недоказанно. Это чисто политический вопрос, пострадает. Я должен сказать, более того, когда мы занимались в этом, открыли 150, экологически не получил город, мы оказались на 87-м месте Советского Союза. Впереди нас Ускерный город был, впереди нас Жасказган был, впереди нас Харгардан был, Аптырау переди нас были. Мы в Казахстане оказались на 5-м месте. Ну, это, так сказать, данные, просто природные. Скажите, пожалуйста, вот я вот вас послушала сейчас, вот внимательно, да, работа цивая читала, изучала, и комментарии к ним изучала. Так выходит, полигон это была историческая ошибка ВПК Советского Союза Кремля. Столько врубили триллионов, миллиардов и так далее денег, а он оказался абсолютно призвинный. Может, я отвечу на этот вопрос, для того, чтобы так сказать, все было понятно. Мы сегодня можем говорить о том, что радиоактивное излучение, но не было радиоактивное излучение на территории города Смеполатинска, там, где взрывали, отельно-балопали бомбы. Не было. Выпадение радиоактивное излучение на территории города Смеполатинска, вроде литров всегда, вроде литров, когда стоило на курчатах, где на улице. Минутку, минутку, и все-таки я вот на это... Нет, политический момент. Вот моя правая рука. Я врач. Я вот в 64-м году вышла вот за обаевского парня замуж. В 64-м году я пристально слежу за его действиями. Почему? Потому что обаевцы смертники, родственники, неродственники, знакомые остановились. В том числе в моей квартире. Моя рука врача выписывала. Я когда была студенткой, то я начала заниматься патологией крови. Каждую неделю один или с лихозом, или с эритремией в 64-м году к нам в областную больницу поступал. Я хотела заняться научной работой, но мне потом запретили, сказали нельзя. А меня просто статистика тогда поразила. Один смертник поступал в областную больницу терапевтического отделения с патологией крови. Когда я в 66-м году закончила институт, то я сама лично, потом я хулиганила, как молодая была. Меня это настолько возмущало, у меня был протест подкорковый. Я отрывала кусок бумаги, а в газете клуб бумаги писала по-анту, что означало четвертый диспансер противобрукселезный. Противобрукселезный это была цинизм высочайший, потому что работая цеховым терапевтом завода первичной переработки скота, обслуживая сам бойню, обслуживая завод технических фабрикатов, весь брукселез проходил через наш противобрукселезный кабинет. Там не было никакого противобрукселезного кабинета, там это было все понятно, это шла... Так вот к чему написать, мы уже вынуждены были просто писать, под антоправдянием этих людей больше не были. Они исчезали беседно, и вы после этого говорите, что больных не было. Надо было быстро построить полигоны. Зоня-то? Да, не поняли. Вот унис очень большой был, более-менее подошел я на Казахстане, ну к счастью не счастью. Как именно за нашу область попало под... Ну, сами мы себе противоречим. Создали мощнейшее оружие на тот период времени. Надо было, да, щит надо было сделать. Никто не отрицает, что щит нужен был. Но все-таки на сегодня вы пытаетесь, вы противоречите своему отцу. Вы на сегодня, вот сейчас первое сверковое время, что меня задело, вы говорите, да там 10 тысяч, да вот то, да там немножко, там немножко. И с вашим совсем слов получается, ребята, все это не оружие. Нет, это было, конечно. И зачем все это возняло? Зачем социальная реабилитация нужна? Я тут дело в том, что реабилитация нужна и не будет. Ну, дело в том, что люди, в 89-е годы, в 90-е годы, в которых работники ОКОМа знают все, но в то время надо было закрыть поликон, может быть, даже подошло по увеличению тех данных. Зачем если ребята доказали, что вы без вреден? Нет, не я вас доказал, что вы без вреден. Мы вообще не доказали. Нет статистики, раз. Второе. Есть друбы? Нет, божились. Я, 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 я. Мы, 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 мы слышим. Десятки тысяч, два, мы. А он говорит, нет. Вы сейчас задаете вопрос. Фактически, действительно, тот, кто умирал от рака, ставили сердечное недостаточное или какое-то давление и так далее. Другие диагнозы ставили. Заставляли так делать. Заставляли. И сейчас так же продолжается. Но хочу сказать, старость. Мы благодарны вам за то, что вы продолжаете дело отца. Он очень много хотел. Помните то постановление, которое Рыжков подписал? Ведь в этом постановлении, смотрите, все было предусмотрено. А ведь рухнул Советский Союз, его нет сейчас. Понимаете? Почему? Потому что последствия ядерного полигона, оно идет еще больше, хуже наши дети, правнуки, внуки будут еще страдать. А так же ли, да? Поэтому в этой части, мне кажется, надо правительство сегодня открыто заявлять, говорить об этом. Не переставая говорить надо. Почему? Потому что сохранить будущее. То, что было начато с Кишином-Востоевичем, его надо продолжать. А сегодня, смотрите, какая беднота. Сегодня мы говорим о том, что нужно... В Казахстане как бы поднимается вопрос увеличения населения. Как будет увеличиваться население, если недостаточно питания? Если сегодня нет детских садов? Я когда уходила за Анкеда, я 20 лет руководила этим городом. Тогда было 119 садов яслей. Помните, Владимир Владимирович, вы помните, мы ни одно решение в горе с полкома не пропускали, чтобы на первом этаже что-то предусматривали. Во-первых, с 1978 года по 1985 годы хорошо строился город. И в это время мы с каждого министерства требовали, чтобы строили детсады, строили школы. Школы, правда, по линии государства, а детсады строили ведомства. Нет, Сафа, не сейте с больно рады. Не сейте с больно рады. Ну а что теперь? Больно мне, поэтому я с такой болью говорю. И сегодня, знаете, я когда уточнила, 21 сада осталось. 21 штук сада осталось. Куда будут водить детей? Еще мы говорим о детской преступности. Мы говорим сегодня о болезни детей. А как мы с болью будем говорить? Соматологии нет. Детей кто платно лечит? А что мы не бесплатно? Поэтому, что хотелось бы сказать, я думаю, вы согласитесь со мной, нужно будет нам сосредоточить свои предложения, не уставать передавать туда. Куда? Правительство. Ведь мы на земле, золотой земле живем. Я 20 лет работала в Институте радиационной медицины, тогда, когда он еще назывался диспансером номер 4. Я работала со всеми, имея допуск, совершенно секретным документом по форме номер 2. Ну и хочу я бы вам сказать, что не буду научные данные вам приводить. Они у нас есть. Есть статистика, есть реестр. Поверьте мне, ни один иностранец вам полцента не подаст. Если бы у него не было интереса, если бы не было никаких последствий по нашему полигону, поверьте мне, ни один из них. Они у нас здесь днююют и ночуют. Они нас учатят. Они нас учат. Они приглашают к себе за их счет. И самое страшное сейчас, что и происходит, это утечка биологического материала на генном уровне. Как только этот вопрос будет решен, они плюнут на этот семипалатинск, глазом не моргнут. Они уйдут на сто лет вперед. А мы, тем, что мы сейчас сидим и говорим, что нет последствий, это не может быть. 456 взрывов, это только данные официальные военных ведомств. Поверьте мне, военных. А сколько их было реально, этого никто не знает. И мы с вами сегодня не докажем. Это первое. Второе. То, что президент сказал, это совершенно верно. Да, это было. Да, это было. Но люди уехали, люди умерли. На сегодня первое поколение где-то осталось около 85-87 тысяч. Второе и третье поколение. 75-76 тысяч. Это второе и третье поколение. Поверьте мне. Если можно, не снимайте. И то, что вы говорите 35 Берд, да, это действительно реальная цифра. Да, она есть. Но нет беспороговых доз. Поверьте мне, я работала в НАСА-центре, в космическом центре НАСА в Америке целый год. Год я работала в другом научном центре, в городе Окрич. Это город был, который специально создан для борьбы с Советским Союзом. Я там год отработала тоже. И поверьте мне, нет этого. И не надо говорить о том, что не было. Нет. Есть оно. Давайте тихонько приложим все свои усилия, все свои возможности, которые есть. Поможем там тем, кто реально пострадал. А реально пострадали практически все. Поэтому чем сможем, где-то поможем там, адресную помощь окажем, где-то мы окажем социальную помощь в виде бесплатного здравоохранения. Как кого-то мы отправим на лечение в другие города и другие страны. А и сами здесь будем тихонько, чем сможем помогать. Добрый путь. Всем доброго здоровья. Спасибо. Спасибо. Остановись, себя послушай. Остановись, умерь свой бег. Взгляни, с какой огромной круче летишь ты в бездну человек. И все быстрее и быстрее крутишь планету. Меры нет. Вещает небо над тобою, все суета-сует. Остановись, взгляни. Вселенной неизмерим бескрайний бег. Мы здесь всего одно мгновенье. Ты помни, этот человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok